Всем привет, друзья! Решил записать рабочий процесс создания low-poly модели лампы для мобильного приложения. В данном ролике я подробно опишу каждый этап работы, но если останутся вопросы, задавайте их в комментариях и с удовольствием отвечу каждому. Итак, для того, чтобы начать создание, надо найти рефы этой лампы. Ну, забегая вперед, я скажу, что я уже их подобрал, нужные виды, то есть те виды, которые позволяют нам рассмотреть, из чего же состоит данный предмет и вообще, как он выглядит в жизни. Ну, давайте теперь эти картиночки все поместим в 3D Max. Как я их помещаю? Можно, в принципе, два варианта. Если вы продвинутый специалист по 3D Max, да, то вам достаточно, в принципе, будет вот этого варианта. То есть вы берете View Image File, подключаетесь, да, к данной картинке. И выбрав картинку, она у вас появляется тут же в окне 3D Max, то есть не там же в окне, да, а просто отдельным таким файликом, отдельной картинкой, которая не исчезает при нажатии на окна. Если вы открываете отдельно картинку, то она просто исчезнет, да, и вам не удастся, как сказать, работать спокойно и с минимумом нервов, да. Таким же образом получается, что у вас картинка все время перед глазами, и вы можете, то есть, прям по ней моделировать. Если же для вас это трудный способ просто наглядно моделировать, да, тогда мы воспользуемся стандартным способом. То есть мы берем размер картинки, смотрим, да, допустим, она у нас 667 на 691. Мы создаем плейн с такими же размерами, 667 на 691. Но изначально заходим в unit setup и здесь ставим сантиметры, сантиметры или миллиметры, миллиметры. Я работаю в сантиметрах, поэтому я оставляю так. Теперь мы берем, заходим в материал редактор, можно в продвинутый материал редактор, вот, слейд материал эдитор, можно в компактном работать, кто как привык. И перейдя в режим shaded mode, F4, да, ой, F3, нажимаем F4, чтобы было видно edge face, и нажимаем J, чтобы убрать габаритную рамку. Здесь создаем самый простой материал, стандартный, да, потому как специфика создания модели для мобильных приложений и для игр, это работа со стандартными материалами. Верей корона там не подойдут. Так, создаем стандартный битмап, ищем нашу карту, то есть картинку. И вот наша лампа есть, да, все, мы применяем ее на этот plane и включаем шовший этот материал вьюпорт, чтобы видеть материал во вьюпорте, да, вот, пожалуйста, материал отобразился. Ну, для того, чтобы он вернее отображался, надо воспользоваться модификатором UVMAP, для того, чтобы точные размеры, точные габариты объекта совпали с нашим plane. Все, картинки у нас совпадают. Все, эту картинку мы можем выключить, переключаемся на вид front, и теперь самое важное узнать размеры этой лампы, примерно, да, чтобы выставить эту картинку более точно. В интернете я подсмотрел, что габарит, высота данной лампы где-то получается 44 сантиметра, поэтому мы можем создать бокс с такими параметрами. Вот, бокс у нас будет по высоте 44 сантиметра, пускай, да. Вот он такой маленький боксик, значит, наш plane очень большой, мы его тут же уменьшаем, чтобы высота лампы вписалась в этот бокс. Еще можно уменьшить. Можно перетянуть пивот в угол, привязкой, привязаться к углу, смотрите, вот так можно сделать. У меня есть здесь дополнительный инструмент, то есть мы можем на угол поставить наш пивот. Можно воспользоваться этим инструментом, но здесь долго мы будем на угол выставлять, поэтому я вот пивот плейсер использую. И теперь мы, включая привязку по вертексам, пожалуйста, так, теперь мы перетаскиваем наш объект точно в угол нашего вот этого бокса. Теперь смотрите, когда мы включили Scale, то у нас картинка четко меняет свои размеры именно, но так как здесь лампа, смотрите здесь в чем сущность, потому что здесь не точно по углу нам ничего не даст. Нам надо именно по краю низа лампы вот так вот выставлять, и тогда эта привязка будет точнее. Вот, то есть мы видим, теперь именно так, как будет по высоте наша лампа подходить именно, а не просто картинка. И вот, пожалуйста, первый этап готов. Мы выставили точные габариты нашей будущей лампы. Все, этот бокс можно пока удалить. Здесь у нас можем отцентрироваться, да, поставить все в центр координат. Приблизительно вот так вот пока. И теперь, что первым делом необходимо сделать. Правильно, перейти в Object Properties, снять галочку Show Frozen Gray и нажать Freeze, то есть заморозить этот плейн. Это для того делается, чтобы мы не могли его сдвинуть. А галочку сняли Show Frozen Gray, чтобы наш плейн не стал серым, а чтобы именно картинка была видна. Еще такой момент хочу сказать. Если картинка отображается не очень четко и качественно, то можно зайти в настройки конфигурации вьюпорта и поставить вот здесь вот галочку Display Performance. Здесь поставить 4096 пикселей и здесь поставить 4096 пикселей. То есть это будет влиять на качество отображаемых текстур. Видите, текстура сразу немножко улучшилась. Но для того, чтобы сделать ее еще лучше, можно воспользоваться методом переключения вот этих отображений, да, именно во вьюпорте. То есть если мы включим вот эту галочку, то это будет реалистичное отображение объекта, так как он вообще, ну, по идее, а, ну, во-первых, не в тот слот поставили, надо в слот diffuse ставить. Вот, и когда мы включаем эту галочку, более реалистично и более красивше выглядит картинка, более яснее.